Педагогический стаж учителя математики Светланы Потановой уже перевалил за несколько десятков лет. Каждый день она проводит по несколько уроков, и болеть ей некогда. Ещё в первую волну она тяжело перенесла коронавирус. А в прошлом году её беременная дочь попала в ковид-госпиталь с сильнейшим поражением лёгких. Повторять пройденное Светлана Юрьевна не намеревается. И когда появилась возможность привиться от ковида, долго не раздумывала. Я благодарна всем медикам за их труд. Сегодня моя дочь и внучка дома. И, вы знаете, когда я узнала, что появилась вакцина, я для себя решила, что я обязательно сделаю прививку. Потому что на мне ответственность не только за своё здоровье, но и за своих близких, за своих детей, с которыми я работаю каждый день. Учителя тему вакцинации и инфекции уже проходили. И твёрдо усвоили, что школьники являются активными переносчиками ковида. И контактировать с ними, не позаботившись о защите, небезопасно. Маргарита Гашокова переболела год назад. Тяжёлая форма коронавируса навела её на мысль о вакцинации. Я прошла два этапа вакцинации и теперь собираюсь через месяц ревакцинироваться. Ну, я скажу, что после прививки побочных эффектов таких особых не было. Разве что слабое головокружение и то в первые два-три дня. Чтобы общество вернулось к привычной жизни, ему необходим коллективный иммунитет. А значит, наше благополучие в наших собственных руках. Достаточно проявить ответственность. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.